Ну чё? Всем привет! Вы на нашем канале ОИМЗАП. Подписывайтесь на колокольчик, блин! Жмите на мой колокольчик, подписывайтесь на мой канал! И пока не надо. И туда, и сюда! Не знаешь, куда бежать! Блин, шланг испачкал. Всем привет! С вами снова ОИМЗАП канал. Меня зовут Павел, мастер-приемщик сервиса. Сегодня у нас в работе будет автомобиль Hyundai i30 2008 года. Пробег в районе 170 тысяч. Будем делать ремонт ходовой части задней подвески. Автомобиль приехал, откровенно говоря, очень уставший. Вся ходовая ржавая, подрамник сгнил, рычаги. В принципе, сейчас начнем работу, все увидите. Посмотрим. Вперед! Поехали! Всем привет! Вы на нашем канале ОИМЗАП. Сегодня мы начинаем убирать гнильца данного автомобиля. У нас сгнил подрамник, сгнили рычаги. Сегодня мы машину приводим в порядок. Как вы помните, меня зовут Константин. Начинаем всегда с самозащиты. Со средств защиты. Бережем руки, перчатки и глаза. Потому что у нас сегодня будет очень много болгарки и очень много ударов по лоткам. Начинаем. Эту сторону мы уже разобрали. Наша задача какая? Сейчас снять подрамник в сборе с рычагами. Кулак мы оставим висеть на машине. Он будет на амортизаторе у нас висеть. Амортизаторы мы тоже меняем. Меняем также... Нижние рычаги мы не меняем, мы меняем только сайлентблоки. Здесь мы их выпилим. Уже на полу снимем подрамник, поменяем сайлентблоки, рычаги нижние оставляем. Эти рычаги мы верхние меняем. Кулак остается. Меняем амортизатор, меняем отбойник. И меняем, будем менять еще верхнюю опору амортизатора. Наша задача сейчас снять подрамник с максимальным количеством рычагов на землю. И уже на земле мы будем отпиливать нижние рычаги, что обычно делается у нас на спортажах. Мы, когда делаем подобную процедуру, чтобы получился сход-развал, мы выпиливаем рычаги на машине. Подрамник не снимаем. Здесь нам подрамник не нужен, мы его меняем. Поэтому мы бросаем на землю и все на земле разбираем. Даже пружины уже приклеились к рычагам. Пружины мы, конечно, тоже меняем. На Ай-30, на Киосикаде у нас забыл сказать, у нас на обзоре сегодня, так скажем, Ай-30 период 2007, год выпуска, если не ошибаюсь, по 2010, это до рестайлинг. У них же также был еще рестайлинг с 2010 по 2012 год. Это у нас до рестайлинг. Машинка уже старенькая довольно-таки. Какие-то рычаги я уже отпилил. Болты уже не откручивались, гайки превратились. Здесь должны быть 17-е. Уже головка проворачивается. Надеваешь головку на 17-е, она проворачивается. А добиваешь 16-ю, она уже тоже проворачивается. Поэтому я прям сразу отпилил и все на месте. Все равно у нас они под замену, а болты у нас всегда есть новые. Для тех, кто проживает в немосковском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобильно-профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки ремонта вашего двигателя. У нас сейчас ответственная задача открутить подрамник так, чтобы он открутился, чтобы у нас закладные, которые в кузове находятся, приваренные с внутренней стороны лонжерона, не провернулись. Машина такая довольно-таки уже, так сказать, гнилая. Что-то среднее между очень гнилая и очень ржавая. Что-то промежуточное. Навезет, либо они все в провороте. Гайки, которые внутри. Сейчас мы ослабили. Очень как-то легко это пошло все. Меня это пугает с какой-то стороны. Сейчас узнаем точно, пугающей эта информация или не очень. Поджимаем подрамник сразу, чтобы он нам на голову не упал. Открутился. Открутился. Как мы можем обратить внимание, у нас сгнил даже стабилизатор. При таком ремонте не следует экономить для каких-то моментов, а ставим стабилизатор этот, потому что в каком-то повороте у вас он может лопнуть. Ну, к плачевному ничего не приведет. Он может просто бить об кузов, пробить вам краску, антикор или что-то еще. Если будет биться об кузов. Лучше сразу все поменять. И потом, чтобы голова не болела ни о чем. Сейчас выпиливаем нижние рычаги и все остальное мы уносим в помойку. Полты для крепления стабилизатора. И все. Все остальное мы выбрасываем. Обычно у нас эта процедура выполняется на автомобиле. Здесь просто идет замена рычагов и подрамника. Если у вас проблемы со сход-развалом, у вас съедает на задней оси резину, приезжайте к нам. Мы смотрим, болты развальные, если крутятся, гайки всегда отворачиваются. Если болты крутятся, не сайбой, а именно проворачиваются, все смазано, это можно сделать сход-развал. Если у нас... У нас, у вас. Если... Если у вас болты не крутятся, мы выпиливаем подобным образом на автомобиле рычаги. Следующее. После того, как мы болты выпилили, даже если у вас сайбой блок целый, болт здесь закисший, мы сайбой блоки старые выпрессовываем, вставляем, запрессовываем новые сайбой блоки, новые болты. После этого уже делаем сход-развал. Если вы собираетесь это делать, будьте сами каким-то образом. Не забывайте обильно смазывать болты и внутренние втулки целимблоков, чтобы у вас потом в будущем то удобного не происходило, чтобы вам опять не приходилось новые болты, которые опять закисли, вырезать болгарки, ставить новые целимблоки. По-хорошему, даже уже купив новый автомобиль, внедорожный, либо даже легковой, если вы его купили на долгую память, на долгую жизнь, не собираетесь его продавать, то лучше сразу все болты повытаскивать, смазать обильно и опять сделать сход-развал. Потому что, после того, как вы вытащите болты, у вас сход-развал сразу же нарушится. Дилер навряд ли такую подобную услугу предоставляет, а если предоставлять, то он побрызгает резьбу внешне, и все, мы все смазали, все будет круто. Я не могу сказать про всех дилеров, но некоторые так делают. Кстати, немаловажный фактор, как определить какой-либо стук. Вот плавающие целимблоки в задних рычагах нижние. На многих машинах стоят корейское производство, сзади независимой подвеской. Есть один нюанс. Пока здесь стоит у нас пружинный рычаг нижний, на него давит у нас пружина. Пока на него давит пружина, очень трудно определить, есть ли в нем люфт, разбитый он или нет. Потому что он, получается, у нас под напрягом все время. Мы предупреждаем клиентов всегда, при подобной работе, когда мы меняем болты в рычагах, выпиливаем болты, изменяем целимблоки, предупреждаем, что после снятия рычага, возможно, еще к стоимости работы, и к запчастям прибавятся нижние плавающие саленблоки. Здесь саленблок хороший, люфтов он не имеет, не закисший, вполне мягкий. Его мы оставим. Здесь у нас тоже хорошие, пыльники у нас здесь целые. Этот целимблок мы тоже здесь оставим. Обратите внимание, металл стал просто слоиться уже. Металл стал отслаиваться, слоиться. Сгнили кожухи защитные. Либо они отвалились сами, либо их уже в каком-то сервисе просто оторвали, чтобы они не шоркали от диска тормозной. Забыл уточнить, машина у нас на обслуживании недавно. Первое, что мы сделали, когда приехал этот автомобиль, отдиагностировали. И для большей безопасности мы уже на этом автомобиле поменяли передние рычаги, нижние. Они просто были так же гнилые, как и задний подрамник, и имели уже сквозную коррозию. Для безопасности у нас, нашего клиента, на данном случае это у нас девушка, мы поменяли уже нижние рычаги, передние амортизаторы. И, по-моему, колодки тормозные их там тоже уже не было. Ты можешь перейти на ту сторону, правда, я не знаю, здесь остался материал, не остался тот. Ну, ты че, здесь уже не видно, что они новые, они просто, блин, ну, вот, то, что они вот черненькие, такие хорошенькие. Не дырявые, да? Ну, да, по сравнению. Так уж и быть протру я для наших подписчиков, чтобы не говорили, что вы не меняли. Я не знаю, наши подписчики так говорят, не говорят. Ну, смотрят разные другие каналы, многие там фотографии, видите, рычаги черные, соответственно, такие они не могут быть. Это новые рычаги абсолютно. Тяги мы не меняли, значит, они хорошие, жесткие, наконечники, а шлюпсов не имеет. Как вы об этом могли заметить, у нас нет глушителя. Он у нас проходит под подрамником, для, ну, для удобства лучше его снять. У нас здесь даже, кстати говоря, сгнили гайки, которые у нас прикручиваются, глушители к гофре. Как бы самих гаек не было, было что-то вот похожее, вот это, что-то похожее на грани. И вот это вот резьба. Это у нас гайки так сгнили до такого состояния. Ключом было бесполезно лазить там, поэтому нам в помощь зубила пришло. Вот она тут все сгнила. Будьте всегда аккуратны при использовании болгарки или снятия рычага датчика АБС, чтобы его не повредить ни болгаркой, ни дернуть, ни там, ни рычагом, ни монтажкой, чтобы он у вас висел. Как всегда контролируйте этот момент, чтобы у вас датчик АБС был вне зоны каких-либо действий или механических повреждений. Она спортивная. Красные суппорта. Плюс 10 лошадиных сил. Демонтировали всю заднюю подвеску. Раскидали. Как бы после этого сказать? Демонтировали заднюю подвеску. Все рычаги у нас на полу. Вся подвеска на полу. Единственное, что мы оставили висеть кулаки на амортизаторах. С кулаками нам ничего делать не нужно. Колодки нормальные. Диски нормальные. Колодки суппорт рабочий. Амортизаторы мы применяем в последнюю очередь. Потому что у нас задняя ступица только на амортизаторе и держится. Больше ни на чем. Дальше у нас подготовительные работы по чистке, выпрессовке саленблоков, чистке рычагов. И на полу собираем уже новый подрамник. Ну как, не новый у нас. Но не новый подрамник. У нас бывшее употребление, но в хорошем состоянии. По сравнению с данным куском металла. По-другому не назвать. Чистим, подготавливаем. Начинаем сборку. Закончили подготовительные работы. Перепрессовали в нижних рычагах саленблоки. Перепрессовали в продольных рычагах саленблоки. Клиент привез бэушный подрамник, бэушные рычаги, новые пружины, бэушный стабилизатор в хорошем состоянии. Чуть позже объясню, как определить хороший стабилизатор или плохой, если вы покупаете, собираетесь покупать БУ. Ну, целесообразность. Почему бэушный подрамник? Он новый, очень дорогой. БУ в хорошем состоянии. Да, он имеет следы коррозии, но коррозия поверхностная. Металл весь целый. Мы его подчистили. Чуть коррозийные места мы почистили, подкрасили. То же самое мы сделали частично с рычагами. Ну, и так эстетический вид более-менее придали. Сейчас будем подготавливать кузов к установке новой подвески. У нас есть проблема. У нас заливная горловина топливного бака сгнила. Она имеет очень сильную коррозию. Ее стоимость, новая стоимость, очень дорогая. В целях экономии мы клиенту предложили ее почистить. Сильно усердствовать не стоит, потому что можно дочистить до дырки. То же самое мы сделаем с местами крепления подрамника. Здесь мы видим коррозию, мы почистим. Также под антикорем. Но эта услуга у нас как бы не практикуется, если только клиент сам может привезти антикор. Пока механик занимается подвеской, там перепрессовкой с лимблоков, сам клиент может брызнуть каким-нибудь антикором. Поверху сную ржавчину у нас чистили. Осталась глубокая. Глубокую мы не сможем брать, но это слишком уже похоже на кузовной или даже покрасочный ремонт. За антикорем дальше не пойдет. В любом случае, даже у двух давалов автомобилей, если не снять подрамник, можно увидеть то же самое. По антикору мы не будем рекламировать никакой. У каждого свое мнение на этот счет. Какой лучше использовать? Спрей. Как наносить? Спреем или кисточкой? Я считаю, что легче всего, конечно, спреем, но кисточкой можно нанести его более... Ну, заполнить все поры спреем, даже если в два слоя наносить. Что, сейчас антикорим, после чего начинаем собирать уже заднюю подвеску. частично соберем на полу. Что-то поставим сразу на место, поставим сразу на автомобиль. Для этих групп потекла! И туда, и сюда! Не знаешь, куда бежать! Блин, шланг испачкал. Замазали коррозию под подрамником, зачистили, замазали, все. Нанесли антикор. А еще раз повторюсь, мы не занимаемся профессиональным антикором. Начинаем сборку подрамника. Сейчас с установки рычагов. Есть рычаги, которые лучше поставить сразу на автомобиль, а есть рычаги, которые лучше поставить вместе с подрамником. Начнем с рычагов, которые прикручиваются сначала к автомобилю и к заднему кулаку. Всегда следим за датчиком АБС, чтобы его не повредить. Всегда смазывайте резьбы. Рычаги схождения лучше сразу прикручивать к автомобилю. Потому что, когда здесь будут стоять все рычаги, пружина, неудобно будет закручивать гайку. Как если у ваших стабилизаторов пришел неисправленность? Бывают стабилизаторы лопаются, трескаются. Кто-то покупает новый, у кого-то нет финансов на новый. Я вам сейчас покажу, как определить хороший стабилизатор. Видим коррозию рядом с втулкой. Вздутое уже. Стабилизатор мог бы лопнуть в любой момент. Под втулкой стабилизатора мы видим резиновые отложения, которые приварились к самому стабилизатору. Также мы видим протертый металл. Стерлась краска и начал тереть металл уже резинка. Неравномерно. Что прибегает, даже если вы купите новые втулки, они не обожмут стабилизатор и будут все равно стучать. Если даже не будет стучать, то будет работать неправильно. Будет более мягко. Будет шевелиться во втулке очень. Шевелиться, болтаться, ходить. Он будет ходить во втулке, что не должен, в принципе, делать. Новый стабилизатор. Не новый. Новый стабилизатор для этого автомобиля в довольно-таки хорошем состоянии. Да, потертости есть. Отложений резиновых нет. Коррозии нет. Есть коррозия, но это поверхностное, ни на что не влияющее. Вздутие нету, гнили нету, уже хорошо. Устанавливаем новые втулки стабилизатора, прикручиваем к подрамнику. Болты из какие-то мы используем новые, какие-то мы используем со старого подрамника. Мы уже по факту смотрим. Если болты резьбовой, резьба хорошая, то смысл менять. Данные рычаги мы не затягиваем, по той простой причине, что нам надо будет ставить пружины. После установки пружин мы уже будем их подтягивать. Но окончательно будем их затягивать, так, естественно, только на загруженной подвеске. Загрузим подвеску и на загруженной подвеске уже будем затягивать все болты. Развальные шайбы мы не меняем, так как они в хорошем состоянии. Они всегда сохраняются, даже при выпиливании, если рычага, болт выбрасываем, ставим новый болт, а развальную шайбу мы оставляем родную. Ну все, можно сделать развал схождения и отдавать машину владельцу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях вопросы. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok